Плотный ряд небольших металлических строений, больше похожих то ли на контейнеры, то ли на ящики. В социальных сетях появились кадры карантинных ковид-лагерей в Китае. В них люди с подозрением на коронавирус должны оставаться в течение двух недель, в том числе дети. На этих кадрах видно, как жители покидают свои дома. На улице их ожидают автобусы, чтобы доставить в один из карантинных центров на севере и западе Китая. По словам очевидцев, внутри контейнеров стоит деревянная кровать, есть туалет, а на крыше установлен кондиционер. Власти страны реализуют стратегию нулевого распространения ковид. К 13-миллионному закрытому сианю на западе страны присоединились города Аньян и Юджоу. В настоящее время в Китае в общей сложности 20 миллионов человек находятся в строжайшей изоляции в своих домах или лагерях. На западе Пекина опечатали офисное здание с сотрудниками внутри, после того, как одна из работающих в этом здании женщин получила положительный тест на Omicron в субботу 15 января. Для запертого персонала в здание привезли постельные принадлежности, снаружи установили палатки, в которых проводят анализы взятых проб. Всех, кого заперли, в обязательном порядке протестируют на Omicron. Блокада может продлиться несколько дней, пока не будет принято решение, что запертые сотрудники не являются переносчиками инфекции. Такими жесткими мерами власти надеются искоренить штамм Omicron в преддверии Олимпийских игр в Пекине. Китайцы выстраиваются в километровые очереди, чтобы пройти тест на ковид. В конце декабря в интернете появилось видео, как в Китае публично наказали нарушителей мер против ковид-19. В городе Цинзи полиция организовала марш нарушителей антикоронавирусных ограничений. Их переодели в защитные костюмы, а на шее повесили плакаты с именами и фотографиями. Национальная комиссия здравоохранения Китай сообщила о 171 новом случае ковид-19 в понедельник, 17 января. Всего на материке за время пандемии было зарегистрировано, согласно официальным данным Пекина, 105 258 подтвержденных случаев заболевания. В понедельник президент КНР Си Цзиньпинь призвал мировое сообщество работать вместе, чтобы помочь победить пандемию и вызванные ею экономические последствия. Пандемия оказалась тяжелой, возобновилась с большим количеством вариантов и распространяется быстрее, чем раньше. Она представляет серьезную угрозу безопасности и здоровья людей и оказывает глубокое воздействие на мировую экономику. Твердое доверие и сотрудничество – единственные верные способы победить пандемию. Си также попросил мировое сообщество выступить против всех форм односторонности, гегемонии или силовой политики. И пообещал провести безопасные зимние олимпийские и параолимпийские игры в Пекине. Продолжение следует...